Приветствую вас. Давайте рассмотрим ваш вопрос. Вопрос касается страха щекотки и, соответственно, чувства уязвимости, слабости, беспомощности. На физиологическом уровне это невозможность расслабиться. На психологическом уровне это история про потерю контроля. Вот именно если мы говорим про физиологию, если мы говорим конкретно о физике. Физиологически это именно потеря контроля. И, собственно, бегство от ощущения слабости, беспомощности, уязвимости. Вот. Соответственно, необходимо с этим чувством работать, перестать за него бежать, привыкать к нему. Вот. И смотреть, какие чувства там есть еще. Делать это лучше всего с психологом в максимально безопасной атмосфере. Вот вы говорите, что сильная боязнь начала в 16 лет ни с того ни с сего. Это не ни с того ни с сего. Что-то произошло. Сорвется, нужно разбираться. Вот. Такая вот история. Да, как следствие, это личный границ. Но это следствие, не первая причина. Такая история. Подавлять не нужно. Нужно с этим работать. Выбирайте психолога и... Начинайте. Я думаю, что все получится. На этом все. Я недавно... Я хотел бы еще отметить, что... Вы себя как будто бы позиционируете в заведомом... Ну, или в проигрышном, или в таком, знаете, более низком положении. То есть, вот, врачи вам делают замечание, да, вы... На это реагируете как ребенок. То есть, не как взрослый, как ребенок. Ну, здесь я вижу... Обесценивание в себя. Не верю в себя. Не верю в себя, при том, что у вас есть мужчина. То есть, вы как будто бы не чувствуете себя взрослым. Как будто бы не вы властны над своей жизнью. А власть над своей жизнью вы можете обрести только за счет контроля. Что является иллюзией, потому что контроль ничего не дает. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответа, подвольствую вам на счет на табуэра буду. А, апрешитес. 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 А, апрешитес.